Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Арсений, митрополит Новгородский В феврале 1936 года умер в Ташкенте один из виднейших и достойнейших русских иерархов, митрополит Новгородский Арсений, покойный святитель в мире Афксентий Стадницкий. Родился в Кишиневе 22 января 1862 года. Окончил местные семинарии и сперва учительствовал в своей родной губернии. Поступив в 1881 году в Киевскую духовную академию, он блестяще окончил курс наук и вскоре защитил магистерскую диссертацию. В 1897 году он был назначен сперва инспектором, а потом ректором Московской академии. А в 1899 году викарием митрополита. В 1904 году он защитил диссертацию на степень доктора церковной истории. А в 1907 году избран членом Государственного совета. Назначенный архиепископом Новгородским в 1910 году Владыка Арсений остался на этой древнейшей русской кафедре и после революции. При избрании серафийского патриарха в 1917 году он получил наибольшее после архиепископа Антония, потом митрополита Киевского, число голосов. И был таким образом в числе трех кандидатов. Возведенный собором вместе с архиепископом Антонием 23 ноября 1917 года в митрополитче Сан. Он был одним из ближайших верных помощников патриарха. Был вместо блюстителем, несколько раз его ссылали в Сибирь и Туркестан. Митрополит Арсений во все годы испытаний неспостных русской церкви сохранил твердую верность православию. И самую жизнь свою окончил с ссылки в Туркестане при исполнении подвига исповедничества. Один из соузников митрополита рассказал в своих воспоминаниях следующее. Много было любви апостола Петра к Спасителю, но в час испытания он тяжко пал. Этот вечный пример стоит у меня в памяти во множестве новых иллюстраций. Кто в духовном мире не знает ныне покойного митрополита Арсения Стадницкого? Широкий ум, большое образование, могучая воля, честность и прямота, очень твердый, решительный, непреклонный характер, строгость к подчиненным и себе. И этот славный и великий муж, митрополит Новгородский, член Синоды и Государственных Думы и Совета, мне, маленькому неизвестному священнику, чистосердечно рассказывал в Бутырской московской тюрьме, где Господь нас соединил ненадолгий срок. Какие чувства малодушия и трусости он вдруг пережил во внутренней тюрьме ГПУ в ожидании расстрела? «Я уже старик», — говорил он, — «ждать впереди нечего. Я монах от юности, наконец, архиерей, примерообразец христианства и христианского мужества. И вот никак не мог с собой овладеть. Такая жажда жизни, такое нежелание умирать, такая тоска и борьба с собой, страх смерти и малодушия, что просто ужас. Борюсь и не могу себя победить. Такое банкротство и такая грусть за себя». Этот великий муж потом из туркестанской ссылки безбоязненно писал митрополиту Сергию свой протест против его соглашения с богоборными властями и отрицал всякую возможность компромисса с ними. Человеческая слабость гефсиманского предсмертного борения была пережита и преодоленным митрополитом Арсением. И в полной силе духа он отверг всякий соблазн, обрекая сам себя на долгие и тяжкие узы. Тот же рассказчик передает следующий факт. «Кстати сказать, ужасную роль посредников по делам ГПУ выполняли обычно впавшие в расколы епископы. Архиепископ Евдоким Мещерский, обновленческий митрополит, в стенах ГПУ понуждал митрополита Новгородского Арсения перейти в обновленчество. Митрополит Арсений сказал ему, своему бывшему сослужившему по Московской академии, «Но ведь вы же знаете, что обновленчество беззаконно!» «Что же поделаешь? Они требуют!» Ответил архиепископ Евдоким, кивая головой на дверь чекиста. Когда митрополит Арсений остался непреклонен, архиепископ Евдоким с гневом сказал ему, «Ну и сгнивайте в тюрьме!» Исаакин покинул узника. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.